Хватит. Хватит плясать под чужую дудку и самоотверженно бросаться на амбразуру по прихоти больших начальников. Этому миру не нужны герои, ему нужны профессионалы. Такие, как Геральт из Ривии, готовые за достойное вознаграждение без лишних сантиментов сделать грязную работу. В 2007 году неизвестная компания CD Projekt заявила о себе первым Ведьмаком, робко ступив на территорию таких гигантов, как BioWare и Bethesda. А 8 лет спустя ее третья игра не сходит с передовицей и рискует стать иконой RPG. Эх, люблю пышные вступления под эпичный саундтрек и ничего не могу с собой поделать. Как вы поняли, в эфире StopGame.ru видеообзор The Witcher 3 Wild Hunt, из которой я бы не вылезал еще неделю. Но ради вас и ваших лайков, дорогие зрители, я готов почти на все. Не бойтесь, без спойлеров и демонстрации поздних этапов прохождения. Случайному человеку, далекому от конфликтов Тимерии, Ридании и Нильфгарда, разобраться в происходящем будет непросто. Как и я в этом абзаце, дикая охота толкает с места в карьер, погружая игрока в пучину непонятных войн, названий и имен. Пугаться не стоит, вся необходимая информация тыщется в глаз Сарии, но, если коротко, то кругом война, смертоубийство, чудовище и голые женщины. А расхлебывать это дерьмо предстоит Геральту из Ривии, седовласму-ведьмаку, который ищет свою приемную дочь Цири. О ней он, впрочем, узнает не сразу, сперва предстоит встретиться с Йеннифер, еще одним реликтом творчества Анджея Сапковского, о котором вам нужно знать две вещи. Это красивая женщина и белый волк развлекался с ней на чучеле единорога. Позже Геральта нанимает императора Нильфгарда Эмгир, перед этим предлагая в форме беседы обозначить, как все было в Ведьмаке 2. Ситуацию осложняет, собственно, дикая охота, хмурые злодеи, закованные по макушку в доспехи с депрессивным дизайном. В таких непростых условиях Геральт начинает свое путешествие, но, в отличие от многих других игр жанра, происходящее не скатывается в банальное спасение мира от коварного демона. Ведьмак 3 полностью оправдывает свое название и рассказывает в первую очередь историю наемного убийцы-чудовищ, который за не очень скромную плату помогает людям решать серьезные проблемы. В идеале соблюдая гордый нейтралитет, однако разработчики не навязывают каноничную философию Ведьмаков и разрешают действовать по своему усмотрению. Однако помните, что любое неосторожно брошенное слово может аукнуться парочкой невинных жертв в будущем. Думаю, уже понятно. От дикой охоты я в детском восторге и главным образом потому, что она подарила мне главное – захватывающее приключение, где я сам за себя, ну, точнее, за Геральта, принимаю решение. CD Projekt Red проделала колоссальную работу над сюжетом и миссиями. Персонажи, которые попадаются Ведьмаку на пути, редко делятся на строго плохих или хороших. Почти у всех есть понятная жизненная позиция и логичная мотивация, хотя порой натыкаешься и на откровенных гандонов, чью жизнь сохранять нет никакого желания. Но и в таком случае не стоит горячиться и тут же выхватывать меч. Скороспелый суд может повлечь за собой крайне неприятные последствия, равно как и бескомпромиссный альтруизм. Бывает не так-то просто разглядеть волка в овечьей шкуре. Этим Ведьмак вообще в какой-то мере уникален и сразу подкупает. Он рассказывает истории простых людей и дает возможность их изменить к лучшему или к худшему. С точки зрения геймплея и сценария все прекрасно. CD Projekt редко скатывается в самоповторы и даже в побочных заданиях старается проявлять оригинальность. С учетом масштаба мира без рутины типа восстановления разрушенных алтарей не обошлось, но она строго опциональна и для любителей. Большинство квестов сделаны вручную, продолжительны, хорошо срежиссированы, уникальны и порой важны для финала. Забудьте о челночных забегах Инквизитора, подобной халтуры в Дикой Охоте не сыщешь. Да и в чувстве юмора CD Projekt не откажешь. Даже такую банальщину, как сопровождение, разработчики сумели превратить в незабываемый спектакль одной козы. Серьезно, вы будете в восторге. Когда авторы говорили о последствиях выбора, они не врали, но не ждите, что за каждого разрубленного лесного бандита в финале отомстит его сын. Тем не менее, вот вам пример. Готовясь к очередной миссии, я предпочел не идти на проломы, а решить вопрос хитростью. Раздобыть документы, чтобы проникнуть на охраняемую территорию и уболтать кого надо. После всех приготовлений Геральт с бумагами подошел к охране, но один из стражников вспомнил, как недели ранее Белый Волк радостно располовинил в таверне его товарища. Ну и дальше пролилось немного крови, чего можно было бы избежать, прояви я в прошлом немного терпения. Таких примеров разной степени масштабности полно, но вы же меня потом дизлайками закидаете за спойлеры, так что опущу их. Открытым мир Дикой Охоты можно назвать условно, все-таки он делится на несколько регионов, но основная и самая обширная локация одна, и внутри нее нет никаких подзагрузок. Многие переживали, хватит ли у CD Projekt селенок, чтобы заполнить все эти пространства чем-то интересным. Да, селенок хватило. Карта испищлена вопросительными и восклицательными знаками, скромно намекающими на обилие интересных мест и заданий. Заняться Геральту в перерывах между поисками Цири и другими глобальными делами есть чем. Скачками, картами, кулачными боями, поиском сокровищ и, самое главное, охотой на чудовищ. Я по поводу объявления про Лишачиху. Монстры уникальны и каждому, особенно высокоуровневым, нужно искать индивидуальный подход. Перед схваткой обязательно стоит проштудировать бестиарий и с ног до головы обмазаться эликсирами, маслом и бомбами. Увы, выслеживание тварей – самая скучная и рутинная часть третьего Ведьмака, вместе с ней и расследование. Для того, чтобы отыскать следы и улики, достаточно нажать одну кнопку и фирменное чутье мутанта быстро пометит все необходимые места красным цветом. Впрочем, это сущая мелочь, потому как даже любая охота богата деталями и является полноценным заданием с диалогами и сюжетом. Причем с заказчиком можно поторговаться в простой мини-игре и попытаться выбить побольше денег. Исследование мира – такая же важная часть дикой охоты, как и сюжетные миссии. Здесь полно интересных мест и скрытых тайников с ценным лутом. Однажды я совершенно случайно наткнулся на целое кладбище кораблей и завис в нем минут на 20, хотя собирался побыстрее добраться по воде от одного берега к другому. К третьей части Геральт научился плавать и даже нырять. Подводный мир впечатляет не так, как акватория Лос-Сантоса, но кто ж не мечтал достать из глубин затонувшее сокровище. Механика игры со времен Убийц Королей сильно изменилась в угоду открытому миру. Ведьмак отлично плавает сам и управляет лодкой, а также любит верховую езду. С ним очередная платва, которую можно тюнинговать. Седло, сумки и шоры влияют, соответственно, на запас сил, вместимость инвентаря и уровень беспокойства животины. Она нервничает, если кругом враги, но может угомониться под влиянием ведьмачьего колдунства и, в принципе, пригодна для конного боя. Вот только реализован он до жути криво и выглядит чаще всего не так, а вот так. Не очень круто, да? Отдыхать можно в любом месте и при любых погодных условиях. Во время медитации восстанавливается здоровье и автоматически восполняются запасы эриксиров, бомб и масла, если в инвентаре есть необходимые компоненты. А в некоторые уже открытые локации никто не мешает добраться с помощью быстрого путешествия, только не из любой точки мира, а строго от одного дорожного указателя к другому. Иными словами, CD Projekt попыталась сделать так, чтобы игрок не буксовал на месте и не терялся из-за необходимости совершать лишние телодвижения, но получилось не идеально. Во-первых, у экипировки есть запас прочности, и со временем ее надо чинить. Либо у кузнеца или бронника, либо инструментами, которые расходуются. Сомнительная, на мой взгляд, фича. Другая беда — шматизм. Как настоящий пылесос, Геральт всасывает в себя весь хлам, который попадается на пути, начиная от слитков золота и заканчивая какими-то заплесневелыми сломанными граблями. Весь этот бесценный лут пригоден для крафта или продажи, но на первых порах ты понятия не имеешь, что тебе может понадобиться для производства крутого меча, поэтому как бомж стоишь возле деревенской помойки и выгребаешь из нее вообще все. В бою проще всего восстановить здоровье едой, поэтому сбор провизии — еще один забавный элемент геймплея «Дикой охоты». Не то чтобы это минус, но когда во время светского приема сумасшедший охотник на монстров сметает все со столов себе в мешок, или после боя обшаривает карманы поверженных врагов в поисках бутербродов с курицей, это забавно. Еды понадобится очень много, потому как начинает Геральт традиционно голозадым нубом, которого без труда обидит любой утопец. Игра по-хорошему сложна и требует во время сражений не только ловко давить на кнопки, но и соображать, грамотно расходуя имеющиеся ресурсы. Магия, зелья, бомбы, арбалет — применение найдется всему. Впрочем, можно и хитрить, издеваясь над глуповатыми противниками, не смеющими сделать шагу за пределы своего ареала. Как-то раз я выпотрошил лагерь высокоуровневых головорезов, стоя на границе их, не знаю, жизни. Ступишь за нее, и болваны тотчас теряют к тебе интерес и поворачиваются спиной. Прокачка также несколько изменилась. Есть четыре направления развития — фехтование, знаки, алхимия и умения. Каждый из талантов имеет несколько ступеней развития, а более мощные способности открываются в зависимости от количества вложенных в ветвь очков развития. Ладно, это слишком скучно. Соль вся заключается в том, что одновременно активными могут быть до 12 способностей, их можно в любой момент менять. Кроме того, есть мутагены нескольких типов со своими бонусами. Зеленые прибавляют здоровье и соответствуют алхимии. Красные увеличивают урон от оружия и связаны с фехтованием, и так далее. Интересно то, что чем больше в ячейках соответствующих мутагену умений, тем мощнее от него бонус. Надеюсь, вы все поняли. Плюс есть возможность, выпив специальное зелье, перераспределить навыки, поэтому при желании можно полностью изменить свой стиль игры. На этот самый стиль еще влияет броня — легкая, средняя или тяжелая, но это не так принципиально, я просто хочу посоветовать сразу отказаться от первого типа, иначе Геральт добрую половину своего путешествия проведет в каких-то дедовских ватниках. Мода решает все, а в ватнике — только дощечку в лужи пинать. Надеюсь, к этой минуте я не перегрузил вас важной информацией, и вы готовы послушать о том, что всех тревожит на самом деле. О графоне. Дикую охоту я проходил на PlayStation 4, и как минимум на ней от сногсшибательной картинки, которую CD Projekt Red соблазняло в ранних трейлерах, мало что осталось. Но об этом через пару дней лучше меня расскажут и покажут куда более квалифицированные эксперты в области разрешения текстур. Лично я не могу простить разработчикам только то, что даже 30 кадров в секунду «Ведьмак 3» держит с большим трудом. Вся надежда на первые патчи, ну или на компьютеры. Что до остальных теселяций — плевать. Игра выглядит просто потрясающе. Когда я впервые увидел залитые солнцем луга, стонущие в бурю деревья, тесные улочки Новиграда и сиськи Трис Меригольд, мое сердце сжалось. Боже, как все прекрасно нарисовано. Сколько деталей, какие пейзажи. Я наснимал сотни видеофрагментов, где просто демонстрирую красоты дикой охоты. Если вы искали что-то, что атмосферой было бы близко к Скайриму, то вот. «Ведьмак 3». А теперь о самом плохом, даже об ужасном. О локализации. Иначе как полной жопой ситуацию с ней я назвать не могу. И дело тут не в переводе, и не в голосах, которым в целом у меня претензий нет. Дело в том, как CD Projekt Red решила проблему синхронизации мимики и речи. Какие-то сумрачные гении рассудили программным способом растягивать и, простите, скукоживать реплики персонажей. Из-за чего в диалогах герои порой тот тараторят, тот тормозят, как умственно отсталые. Как в такую потрясную игру могла просочиться такая бессовестная халтура? Этот вопрос я адресовал разработчикам и очень надеюсь на скорый ответ. Что ж, пришло время подытожить и вынести вердикт. Ведьмак 3 прекрасен. Это та RPG, которая нужна миру сейчас. В меру хардкорная, разнообразная, красивая, интересная, вариативная и взрослая. В тяжелый век бездушных ассасинов проект такого калибра, как Дикая охота, это настоящая жемчужина. И если оценка изумительно вас не убедила, от себя добавлю, что специально ради этой игры я пару дней назад заказал себе GTX 980 и скрестил пальцы в надежде на приличную оптимизацию. Мой вам совет, если компьютер позволяет, берите именно PC-версию. За ней рекомендую сходить в магазин gog.com, где за 1000 рублей вам докинут кучу бонусов, среди которых отсутствие DRM. В ближайшей неделе на stopgame.ru будет несколько стримов, посвященных последнему приключению Геральта из Ривии, так что заходите на сайт почаще. Здесь я с вами прощаюсь, заказ на беса сам себя не выполнит. Сука, Питер, Дин Клейдж.